Спустя три месяца после назначения министр внутренних дел Почувашия Сергей Нияскин дал первую пресс-конференцию для журналистов, ведущих СМИ. Что должно быть во главе угла, что будут искоренять, а что наоборот культивировать? Генерал постарался ответить на все вопросы. Первый и самый серьезный вопрос – противоправные действия, которые уголовный кодекс квалифицирует как мошенничество. В последнее время их количество заметно возросло, преступники становятся все более технически подкованными и обеспеченными. По мнению министра, борьба с ними велась недостаточно – активно и эффективно. Я создал отдел в уголовном розыске, который занимается именно конкретно данным видом преступления и мошенничества, который должна изначально, возбудив уголовное дело, в районе любом взять на контроль, выезжать в те места. А в основном звонки идут и обманывают наших граждан. Это Курская область, Московская область, Оренбург, Челябинск. То есть десятки регионов, которые звонки исходят оттуда. Возмутил министра и тот факт, что в Чувашии, как нигде, много случаев избиения полицейских, как правило, нетрезвыми гражданами. Кстати, пьяная преступность в нашей республике остается высокой, и генерал намерен обсудить с властями возможность создания, если не вотрезвителей, то других учреждений со схожими функциями. Кроме того, необходимо усилить и другие направления. По экономическому блоку. Блок серьезный, хотя есть определенные наработки, особенно коррупционные составляющие. Особенно, я хочу сказать, что здесь связано по проверке бюджетных средств. Надо работать более плотно. Кроме этого, по выявлению коррупционных составляющих, это взятки. Это вот те вот, проводятся торги, другие вопросы, они порой бывают, что не так это все делается. Залог успешной работы органов внутренних дел Сергей Нияскин видит в повышении дисциплины сотрудников и предметной работе с личным составом. Елена Гальперина, Сергей Адушкин, Республика. И сегодня в России отмечают День работников следствия. Дата 25 июля выбрана не случайно. В этот день, 303 года назад, Петр I создал специальную следственную канцелярию. Сегодня сотрудников Следственного комитета Чувашии поздравил глава региона. Следственная канцелярия гвардии майора Волконского, которую учредил Петр I, разбирала самые опасные дела. Коррупция, казнократство, посягательство на основе государственности. И подчинялась непосредственно главе государства. С тех пор было много реформ, но пять лет назад Россия фактически вернулась к Петровской модели следственных органов. Круг дел пополнили преступления против личности, убийства, похищения людей, причинения вреда здоровью. Все те, в которых особенно важно найти и наказать виновных. Ключевым показателем, хочу это подчеркнуть, является доверие граждан к органам власти и к органам правоохранительной деятельности. Это очень важно. Вот это доверие, конечно, надо нам дальше приумножать, чтобы все те показатели, которые есть у нас, они не ухудшились. Борьба за показатели, а значит, чьи-то жизни, безопасность, справедливость будут идти, пока есть законы и те, кто их нарушает. За первые полугодия 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 уменьшилось количество убийств, а их раскрываемость составила 98%. По оставшимся 2% расследование будет продолжаться, пока дела не окажутся в суде. Возбуждено 183 уголовных делок коррупционной направленности. Обвинение предъявлено 70 лицам. Гражданские очень многие понимают вашу работу только из фильмов. И хорошо, когда фильмы эти хорошие, когда ваша работа показывается изнутри, когда видно, сколько труда, сколько сил вы вкладываете в то, чтобы преодолеть пороки в нашем обществе, те проблемы, которые существуют. И, наверное, хотелось бы пожелать каждому из вас, чтобы такой грязной работы было как можно меньше, чтобы можно было бы работать и посвящать себя в большей степени на то, чтобы предотвратить такие преступления. Благодаря коллегам Следственного комитета, которые отвечают за работу со СМИ в нашем эфире, самая актуальная информация о громких преступлениях и их расследовании. В свою очередь, нашу телерадиокомпанию отметили за неординарный подход к освещению деятельности Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии. Продолжение следует...